Всем добрый день. Обстановка Донецкой Народной Республики остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики 360 раз обстреляли территорию республики. Всего противник выпустил 290 мин из минометов калибром 82 и 120 мм, 15 артиллерийских снарядов калибром 152 мм. Также противник обстрелил территорию республики из танков, БМП, различных гранатометов, стрелкового оружия. Приказы на обстрел территории республики отдавали все те же военные преступники. Соколов, командир 72-й бригады, Красильников, командир 57-й бригады, Шаптала, командир 128-й бригады и Мельник, командир 56-й бригады. Наиболее интенсивным обстрелом с применением тяжелого вооружения запрещено Минским договоренностью подвергнуть следующим населенным пунктам республики. Зайцево, Ясиноватая, Жабичево, Веселое, Яковлевка, Докучаевск, Спартак, Октябрь, Саханка, Вольвоцентр, Петровский район и район рапорта города Донецк. В результате жестокого минометного обстрела карателями вооруженных сил Украины по приказу командира 57-й бригады Красильникова с позиции в районе населения Патажованка по дачному участку поселка Зайцево получила ранение нижней левой голени, нижней третьей правой кисти, Щуклин Любовь Ефимовна, 42-го года рождения. Пожилой женщине сразу же была оказана медицинская помощь. В настоящий момент она находится в городской больнице номер 2 города Горловки. Также из населенного пункта Яковлевка женщина была госпитализирована с ранениями различной степени тяжести. В результате снайперского выстрела фашистов один военнослужащий армии ДНР погиб. Военные преступники, отдававшие исполняющие приказы, идентифицированы. Следственные органы Генеральной прокуратуры ДНР возбуждены против данных лиц уголовных дел. Разведка ДНР продолжает фиксировать сосредоточечения сил и средств вдоль линии соприкосновения. Так, в районах населенных пунктов. Новгородская, 6 километров от линии соприкосновения. Обнаружена Тресау калибром 152 мм и БМ-21 Град. Авдеевка, 5 километров. Обнаружено прибытие двух танков и двух БМП. Красногоровка, обнаружено 4 САУ калибром 152 мм. Карловка, прибыло подразделение вооруженных сил Украины численностью до 40 человек, 11 офицеров и 23 военнослужащих рядового состава. Координацию деятельность, которую будут осуществлять четверо иностранных инструкторов из стран НАТО. Данное подразделение очень хорошо выражено. В их задачи входит подготовка и совершение терактов против мирного населения и диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, как на территории под контролем вооруженных сил Украины, так и за линии соприкосновения. Все данные о нарушении Минских доверенностей были переданы представителям СССР и Миссии ОБСЕ. Украинское военно-политическое руководство продолжает использовать СМИ в целях эскалации военного конфликта и дискредитации представителей Российской Федерации в СССР. Так, 7 апреля главный лжец Украины Тымчук на странице в своем фейсбуке оскорбительно отозвался в адрес российских офицеров в СССР с рекомендацией к карателям применять против россиян противоправные действия, а именно, дословно, следовало бы их случайно пристрелить во время задержания. Результат не заставил себя долго ждать. Вопиющая провокация по отношению к генерал-майору Мурадову тому подтверждение. При следовании штаба СССР в город Солидар через пункт пропуска Майорск генерал-майор Мурадов был остановлен и подвергнут тщательному досмотру вплоть до личных вещей, длившись около двух часов. Таким образом, украинские власти делают все, чтобы дискретировать работу добросовестных офицеров в СССР с российской стороны, свести на нет старания по выполнению минских договоренностей и продолжить эскалацию конфликта на Донбассе. Слушаю вопросы.